Глава 31. Добро пожаловать в эпоху общения. Люди – общественные существа. Мы появляемся на свет благодаря другим людям. Мы выживаем с помощью окружающих. Хотим мы того или нет, но в нашей жизни едва ли удастся отыскать моменты, когда мы независим от других. Поэтому не стоит удивляться, что и человеческое счастье – это результат наших взаимоотношений с окружающими. Далай-Лама, 14. Никогда еще в истории не было более благоприятного времени, чтобы устанавливать взаимоотношения с людьми. Динамика нашего общества и особенной экономики – все в большей мере определяется взаимосвязями и взаимодействиями. Другими словами, чем больше взаимных связей между людьми и различными явлениями нашей жизни, тем более мы зависим от них. Если 19 и 20 столетия проходили под знаком грубого индивидуализма, то в 21 веке правят общественные связи. В эпоху цифровых технологий, когда интернет стер географические границы и связал сотни миллионов людей и компьютеров по всем мире, нет никаких причин, чтобы продолжать жить в изоляции. Мы должны вновь осознать, что успех зависит не от бездушных технологий и капиталов, а от того, кого мы знаем и с кем работаем. Мы вновь открыли закон, гласящий, что ключ к подлинному успеху таится во взаимодействии людей. Возврат к этим фундаментальным истинам был нелегким. Все изменения, все новшества и технологии последних десятилетий зачастую терпели провалы в силу человеческого фактора, а это заставляло мир бизнеса относиться к людям не как к разумным существам, а как к неким винтикам. Мы уповали на хитроумные приборы, сложные процессы, новые организационные структуры, цены на фондовых рынках. Когда все эти упования оказались напрасными, мы вернулись к людям, к вам и ко мне. «Жизнь – это работа, а работа – это жизнь, и то и другое невозможно без людей. Самый грандиозный прорыв 21 века произойдет не в технологии, а во все более широком понимании и распространении концепции человеческой сущности», заявил футуролог Джон Нейсбит. Технология продемонстрировала, что она не в состоянии и заменить личных отношений. Скорее наоборот, она усиливает их. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как понимание того, что означает быть человеком, все больше овладевает умами и как все люди взаимодействуют друг с другом. Вот несколько примеров. Сегодня очень заметна тенденция распространения компьютерного программного обеспечения и услуг социального направления, помогающих устанавливать контакты между людьми. Люди пытаются найти новые пути использования техники для завязывания отношений, доверия и дружбы. Кое-кто называет это социальной революцией. Еще одна часть того же феномена – блоги в интернете. Позволяет людям, которые горят желанием поделиться своими мыслями, общаться буквально с миллионами собеседников. Эта самоорганизующаяся общность людей находит все большее распространение. В будущем, когда личный бренд каждого человека станет важным фактором экономики, блоги будут таким же повсеместным явлением, как и резюме при приеме на работу. Социологи делают удивительные открытия о силе социальных связей. Недавние исследования показали, что люди, имеющие широкий круг друзей и знакомых, живут и сохраняют здоровье дольше. В местностях, где широко распространены социальные связи, лучше работают школы, снижается уровень преступности и наблюдается более высокий уровень экономического роста. Таким образом, установление взаимоотношений с людьми превращается уже не просто в карьерную стратегию, а все чаще рассматривается как один из самых эффективных путей для упрочнения гражданского и социального здоровья. Старые профсоюзы и сообщества, похоже, возрождаются. Люди находят дополнительные силы, участвуя в каких-то организациях. Мы начинаем отдавать свою преданность и веру уже не компаниям, а общности единомышленников. Это лишь небольшая часть того, что ожидает нас в будущем. Мы переживаем зарождение новой эпохи человеческих связей и общения. У нас есть все знания и навыки, чтобы процветать в этих условиях. Но как и до какой степени? Одни будут оценивать свой успех с точки зрения доходов и продвижения по службе. Другие будут наслаждаться своей славой и известностью. Третьим важнее всего покажутся шикарные вечеринки, которые они будут устраивать для завязывания знакомств с перспективными людьми. Но не будет ли такая жизнь пустой? Ведь может случиться, что вместо любящей семьи и круговерных друзей вокруг вас окажутся только коллеги и клиенты. Рано или поздно такой вопрос станет перед всеми. Мы оглянемся на прожитую жизнь и спросим, а что я оставлю после себя? Что хорошего я сделал в жизни? Многие из вас могут вспомнить фамилии трех последних президентов компании IBM, General Motors или Walmart. Трудновато, правда? А теперь попробуйте вспомнить трех видных деятелей движения за гражданские права. Вот здесь большинство людей без труда называют шесть или даже больше имен. Если вы оставили свой след в жизни, создав широкую сеть связей, то это будет иметь большое значение для ваших друзей и семьи, для вашей компании, для города, в котором вы живете и для мира в целом. Показательно также, какие события в жизни заставляют вас задуматься, в каком направлении вы движетесь и в чем ваши высшие ценности. Я, например, помню, как мальчишка мечтал, что когда-нибудь буду покупать рубашки от Brooks Brothers. В детстве мне приходилось носить рубашки, купленные в магазине Second Hand или те, из которых выросли дети в домах, где делала уборку моя мама. Я ждал, что однажды наступит такой день, когда я войду в магазин Brooks Brothers и куплю, на свои деньги, первую новую рубашку. Такой день настал. Тогда мне было уже за двадцать. Я гордо купил самую красивую и дорогую рубашку, которую мне только могли предложить в Brooks Brothers. На следующий день я надел ее на работу с ощущением, будто это был дорогой и расшитый самоцветами камзол викторианской эпохи. А потом настал день, когда мне пришлось ее постирать. Я помню, как вытащил рубашку из стиральной машины и обнаружил, что две пуговицы оторвались. Я не шучу. И вот тогда я задал себе вопрос. И этого я ждал всю жизнь. Известный писатель и лектор Равин Гарольд Кушнер однажды произнес мудрые слова. Наши души жаждут не славы, не комфорта, не богатства и не власти. Добившись всех этих благ, мы создаем себе почти столько же проблем, сколько и решаем с их помощью. Наши души жаждут понять, в чем значение и смысл существования. Они хотят быть уверены, что своей жизнью мы хоть чуточку изменили этот мир. Но потребовалось еще немало оторванных пуговиц, прежде чем я начал задавать себе вопрос, в чем же состоит мое предназначение. Однако настал тот час, когда в моей душе произошла, как я ее называю, мини-революция. Революции порой начинаются там, где их никто не ожидал. И их героями становятся люди, о которых никто и не думал. Кто бы мог представить себе, что маленький индиец с сильным акцентом может заставить меня задуматься над тем, чего я хочу в жизни. Или что я смогу провести 10 дней в тишине, ничего не делая, и эти 10 дней перевернут мою жизнь. Первый выстрел моей революции прозвучал, когда я присутствовал на всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Я находился в кругу самых богатых и известных людей мира, и мое состояние можно было описать одним словом – счастье. Нам предложили прослушать выступление невысокого коренастого человека по имени С.Н. Гоенко, который прямо-таки светился счастьем. Он собирался поделиться с нами тем, как отыскал душевный покой, здоровье и счастье в древней традиции медитации Випассана. Гоенко медленно прошел к трибуне и начал свое выступление, которое захватило внимание всех присутствующих на целый час. По его словам, все проблемы, стрессы и дисбалансы, которые сопровождают нашу внешнюю успешную жизнь, зарождаются у каждого человека в его собственной голове. Он не произнес ни слова о бизнесе как таковом, о балансовых счетах или о влиятельных связях. Счастье, по его словам, не имеет ничего общего с количеством заработанных денег или с тем способом, которым мы их зарабатывали. Существует только одно место, где мы можем найти истинный покой и гармонии. И это место находится внутри нас. Мы повелеваем бизнесом, но совершенно очевидно, что мы еще не в состоянии повелевать нашими мыслями и душами. Он рассказал нам, что есть способ, позволяющий задавать нужные вопросы и управлять своими мыслями. Медитация випассана помогает увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Эта методика обеспечивает внутренний покой, прогоняет страхи и дает мужество быть такими, какими мы хотим быть. Гоенко описал изнурительный 10-дневный курс, в ходе которого человек часами сидит в абсолютной тишине, никого не видя. Он ничего не пишет и ни с кем не разговаривает, за исключением своего учителя в конце каждого дня. Нам предстояло решать, как быть. Конечно же, каждый из нас хотел счастливой и содержательной жизни. Для этого требовалось только задать себе нужный вопрос, не торопясь наблюдать и слушать в поисках ответа. Не знаю, сколько из моих коллег решили практиковать випассану, но было совершенно очевидно, что Гоенко глубоко затронул душу каждого из нас. Он заставил нас хотя бы в тот момент почувствовать, что мы в состоянии придать содержание своей работе и жизни, что это важно для нас, что мы можем научиться быть счастливыми, если только проявим достаточно терпения, чтобы выслушать голос своей души. Я ощущал свежесть в мыслях и энтузиазм, но в то же самое время был уверен, что никогда не смогу освоить випассану. 10 дней без телефонных звонков, без конференций, без бесед за ужином. Целых 10 дней невозможно. Я никогда не найду столько времени. А потом у меня вдруг появилась уйма свободного времени. После ухода из компании Старвуд, мне потребовалось очистить свою душу и обрести счастье. Вплоть до того момента мне казалось, что у меня не хватит ни времени, ни смелости для 10-дневной медитации. Но тут я записался на курсы випассаны и впервые в жизни смог успокоиться и по-настоящему прислушаться к себе. В ходе обучения я расстался со многими, хотя и не со всеми, мыслями о том, что я должен или обязан делать. Если вы хотите определить, в чем состоит ваш истинный интерес, ваша страсть, то ответы на эти вопросы оказываются очень поучительными. Ответы, приходившие ко мне в ходе медитации, заставили переосмыслить свои понятия о престиже и деньгах и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение на человеческих взаимоотношениях. Випассана – это не единственный путь для обретения ясности, но лишь немногие из нас находят время, чтобы лучше понять, кто мы и чего в действительности хотим. Как я, да и многие другие способные и умные люди из числа моих знакомых, мог позволить своей жизни так далеко отклониться от истинного пути? Почему я не задал себе самых важных вопросов? В чем мое предназначение? Что доставляет мне подлинное удовольствие? Как я могу что-то изменить? Когда я окончил курс медитации и вернулся к рутинной жизни, то почувствовал себя словно ребенок конфетной лавки. Как много вокруг людей, с которыми мне хочется познакомиться. Как много людей, которым я хотел бы помочь. Я понял, что стремление к достижениям может быть очень радостным процессом, если ясно представляешь себе, к чему надо стремиться. Нас все время учили, что к жизни надо относиться как к испытанию, как к путешествию, которое, если повезет, закончится какими-то достижениями, любовью, хорошим пенсионным обеспечением, позволяющим достойно прожить остаток своих дней. Однако на самом деле в этом путешествии нет конечной цели. Ни рубашки от Брукс Бразерс, ни высокая должность, ни счет в банке не могут служить финишной чертой. Если вы живете в мире людей и общаетесь с ними, то у вас появляется совершенно иной взгляд на жизнь. Это вовсе не голоса препятствий, а скорее лоскутное одеяло. Пытаясь шить воедино наши попытки помочь другим людям отыскать смысл жизни, мы сами находим смысл, любовь и успех. Сеть наших отношений сплетается в причудливый бесконечный узор. Всегда помните, что любовь, взаимность и знания – это не счет в банке, который становится меньше по мере его использования. Творчество порождает творчество, деньги порождают деньги, знания порождают знания. Дружеские связи порождают все новых друзей, а один успех ведет к следующим. И что самое главное, чем больше вы даете, тем больше получаете. Этот закон никогда не был так очевиден, как в нашу эпоху, когда мир начинает жить по законам человеческого общения. Ваше нынешнее положение в жизни и ваши знания – это результат идей, опыта и общения с людьми. Это общение может быть личным, посредством книг, музыки, электронной почты или общей культуры. Главное здесь – не вести подсчеты, кто кому сколько дал и сколько получил взамен. Примите решение, что начиная с сегодняшнего дня вы будете заводить контакты и накапливать знания, опыт и людей, которые помогут вам достичь намеченных целей. Но прежде всего будьте искренни самим собой. Сколько времени вы готовы потратить на общение с людьми? Как много вы готовы им дать, прежде чем что-то получить взамен? Сколько у вас наставников? Для кого вы сами являетесь наставником? Чем вам нравится заниматься? Как вы хотите жить? Кого из людей вы хотели бы сделать часть своей жизни? Исходя из собственного опыта, должен сказать, что ответы на эти вопросы могут вас удивить. Они могут совершенно не касаться вашей работы, компании или новой технологии. Они будут сводиться к людям. Каждый должен сам решить, с кем из людей он желает работать и как сделать мир таким, чтобы в нем было приятно жить. Антрополог Маргарет Митт однажды сказала, «Нет никаких сомнений в том, что небольшая группа думающих и увлеченных граждан способна изменить мир. Именно это всегда и происходило в истории». Я надеюсь, что вы тоже сможете повторить подобное. Но помните, что это невозможно сделать в одиночку. Мы должны действовать сообща.